Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара, буквально еще секундочек 30 подождем, пока все соберутся, чтобы никого не потерять, чтобы никто не опоздал, и начнем наш вебинар. Ну, давайте начинать. Добрый день еще раз всем, кто присоединился. Сегодня я проведу вебинар по биологии. Мы с вами поговорим о заданиях линии 27 в ЕГЭ. Зовут меня Семешева Елена Константиновна. Свои вопросы вы можете задавать в чат. Также в чат после окончания вебинара я сброшу несколько ссылок полезных, которые нам помогут в подготовке к единому государственному экзамену по биологии, а конкретно по заданию номер 27. И также вебинар будет доступен в записи, то есть вы сможете его еще раз посмотреть и остановиться на каких-то важных моментах, которые необходимы именно вам. Итак, мы сегодня говорим про задания 27 линии. Задания 27 линии проверяют умение применять знания по цитологии, а также знания, связанные с процессом реализации наследственной информации в клетке и делением в клетке. Для того, чтобы правильно и максимально ответить на это задание, ученикам необходимо уметь работать с таблицей генетического кода, решать цитологические задачи на определение числа хромосом, количество молекул ДНК в разных формах метоза и миоза, а также уметь определять хромосомный набор в клетке гометофита и спорофита растений разных отделов. Вот эти вот умения необходимо знать, чтобы решить задание на максимальное количество баллов. Вообще задания 27 линии представляют собой текстовую задачу, которая может быть решена согласно основным генетико-цитологическим закономерностям или с помощью каких-то простых арифметических вычислений. Также мы, я еще раз повторюсь, используем правила комплементарности генетического кода. В ответ обязательно необходимо записать ход решения задачи с пояснениями. Ну, на слайде у нас с вами представлен примерный ход работы над заданием. Конечно, первое – это необходимо внимательно прочитать задачи. Это касается не только заданий 27 линии, это, в принципе, касается любого задания на едином государственном экзамене. Первое, что мы делаем – это внимательно читаем задачу. Дальше анализируем, о каком цитогенетическом процессе будет идти в задание речь. Дальше выполняем необходимые вычисления и действия на черновике удобным нам способом. И четвертым пунктом записываем развернутый ответ с ходом решения и со всеми пояснениями уже на чистовик. Обратите внимание, при выполнении данного вида заданий необходимо не только указать верный ответ, но и уметь объяснить ход самого решения, то есть как мы пришли к этому верному ответу. Вообще в задании 27 линии нам могут встретиться задачи на биосинтез белка, задачи на хромосомный набор клетки и его изменения во время деления клетки, а также задачи, связанные на изменение хромосомного набора в процессе жизненного цикла клетки. Такие три типа задач могут быть в 27 линии задания. Мы с вами сегодня поговорим с задачами, связанными с именно биосинтезом белка. На биосинтез белка есть пять основных вариантов заданий. Это первый вариант, когда нам дан фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК и необходимо определить информативную часть гена и последовательность аминокислот в белке. Это задачи, когда дан фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК и мутация, которая произошла, и необходимо определить последовательность аминокислот в белке до мутации и после мутации. Это задание, где дана вирусная РНК, и нужно определить последовательность аминокислот в вирусном белке. Четвертый тип задания – это когда дан участок ДНК, который кодирует участок центральной петли ТРНК, и нам необходимо найти ту аминокислоту, которую будет переносить данная конкретная транспортная РНК. И когда нам даны отдельно молекулы транспортной РНК, и необходимо найти информационную РНК и аминокислотную последовательность белка. В этом году задание изменилось на два элемента. Во-первых, в задании теперь указывается антипараллельность цепей ДНК, то есть указываются пять и штрих концы молекулы. И также мы говорим о том, что поменялось, ввели более точное направление прочтения кодонов и антикодонов РНК. И у нас с вами на слайде показан старый вариант записи задания, где просто две цепочки ДНК и синтезируемая цепь ИРНК. И вот здесь внизу также на слайде показан новый вариант записи. Теперь подписана цепь, смысловая или кодирующая цепь. Обратите внимание, вот у нас обозначен пять и штрих конец. И матричная или транскрибируемая цепь обозначен три штрих и пять штрих концы. И то же самое мы видим обозначение антипараллельности у молекулы информационной РНК. Вот здесь у нас схема, которая показывает, откуда мы берем эти обозначения и каким образом на ДНК мы можем видеть эту антипараллельность. Вообще с чего начать? Именно когда мы подходим к решению 27 задачи. Еще раз такой небольшой план выполнения. Мы внимательно читаем задание. Очень важно его внимательно прочитать, потому что в задании могут быть какие-то специфические условия, которые указаны, что необходимо сделать именно вот так или необходимо найти именно конкретную молекулу. Дальше мы с вами и смотрим, какую молекулу нам необходимо найти в задании. Определяем как раз-таки специальные условия в задаче и оформляем решение. Можно воспользоваться вот такой вот схемой. Посмотрите, с чего мы находим молекулу, то есть с ДНК, с ИРНК или с транспортной РНК. Какую мы молекулу должны найти? Здесь все то же самое, но добавляется, соответственно, белок. И каким образом мы находим эту молекулу? Либо по принципу комплементарности, либо по таблице генетического года. То есть вот три таких простых шага, чтобы правильно решить, данную задачу. Тоже обращаю ваше внимание на такую вот схему, которая нам может помочь более правильно, ну как бы решить задание более четко. Посмотрите, ДНК и ИРНК, белок, считывание информации с ДНК и переписывание ее на информационную молекулу ИРНК, транскрипция, соответственно, с синтез и с молекулой информационной РНК, белка, это трансляция. И здесь вот этой схемой можно воспользоваться. Тоже она отображает принцип решения 27-го задания. Какие принципы мы с вами должны учитывать при решении задач? Ну, во-первых, при записывании комплементарных цепочек учитываем принцип антипараллельности. Обратите внимание, ДНК напротив в 5 штрих-конца всегда находится 3 штрих-конец. Синтез новых цепей всегда идет в направлении от 5 штрих-конца к 3 штрих-конца. Вот у нас молекула ИРНК показана, да, показан, соответственно, ее фрагмент и обозначена антипараллельность. И такой тоже важный принцип, чтобы не запутываться, ИРНК всегда строится по транскрибируемой цепи. В этом году цепи подписаны. То есть в задании мы с вами сейчас будем разбирать, прямо написано, какая цепь является смысловой, какая является транскрибируемой. Еще что стоит помнить, что кодоны в генетическом ходе всегда указаны в направлении от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу. Отдельные короткие последовательности ДНК или ИРНК также всегда по умолчанию записываются от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу. Поэтому в ответе мы именно в таком направлении должны указать последовательность, например, какие-то отдельные антикодоны или кодоны. Если нам даны антикодоны ТРНК, они даются, опять же, по умолчанию в направлении от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу. Так как антикодоны ориентированы к кодонам ИРНК антипараллельно, то их надо переворачивать и строить кодоны ИРНК. Обратите внимание, вот здесь внизу на схеме даны кодоны транспортной ИРНК. Первый кодон я специально обозначила, чтобы было видно 5 штрих-конец и 3 штрих-конец. И как мы записываем в ответ? Мы с вами только что проговорили, что в ответ мы по умолчанию записываем от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу, а, соответственно, кодоны ИРНК у нас будут зеркально перевернуты. И вот у нас разными буквами на транспортной ИРНК обозначены нуклеотиды и показано место этого нуклеотида в итоговой записи цепочки информационной ИРНК. Вот она. А аденин, соответственно, ему будет соответствовать урацил, и если в транспортной ИРНК аденин стоял с заключительным нуклеотидом, то в цепочке ИРНК в ответе урацил будет стоять первым. Давайте прежде чем перейти к самим заданиям, немножечко прям остановимся на, ну как бы на теории, на том, что мы с вами должны знать, чтобы решить эту задачу на максимальное количество баллов. Ну, во-первых, необходимо знать сам процесс биосинтеза белка. Напоминаю, да, основной такой постулат биохимии, мы все с вами это знаем, ДНК, ИРНК, белок. Соответственно, процесс, я еще раз повторяюсь, переписывание информации с ДНК на информационную молекулу ИРНК называется транскрипция. Посмотрите, проходит транскрипция в ядре. И, соответственно, синтез белка, то есть считывание информации с ИРНК и синтез белка уже называется трансляцией. И трансляция идет в цитоплазме на особенном органоиде, который называется рибосома. Вот здесь у нас внизу показаны все, практически все компоненты, которые нужны для процесса биосинтеза белка. Это обязательно молекула ДНК, это информационная ИРНК, транспортная ИРНК, рибосомальная ИРНК, это специфические ферменты, аминокислоты, ну и, конечно же, энергетическое обеспечение процесса, это молекулы АТЭ. Данная информация нам с вами поможет решить не только 27-е задание, но и другие задания в ЕГЭ, которые связаны, например, с выбором ответа или с установлением определенной последовательности. Для верного решения задачи также необходимо уметь пользоваться таблицей генетического кода и знать свойства генетического кода. Давайте быстро пробежимся по свойствам. Свойств у нас всего 6 у генетического кода. Код триплетен, то есть каждая аминокислота закодирована последовательностью трех нуклеотидов. Код однозначен, каждый кодон шифрует только одну определенную аминокислоту. Код избыточен или вырожден. Каждая аминокислота может кодироваться более чем одним триплетом. Код универсален, то есть одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты абсолютно у всех организмов, начиная от вирусов и заканчивая млекопитающими и человеком. Код непрерывен, то есть между триплетами нет никаких знаков припинания, информация считывается непрерывно. Код неперекрываем, то есть конечный нуклеотид одного кодона не может быть началом следующего кодона. И таблица генетического кода. Обратите внимание, у нас всегда в 27 задании даны правила пользования таблицей, как мы ей пользуемся. Давайте тоже быстренько пробежимся, повторим. Посмотрите, чтобы верно найти аминокислоту. Нам необходимо наш триплет, он состоит из трех частей, нам необходимо найти в таблице все три части нашего триплета. В первой колонке указано первое основание, вот здесь наверху горизонтально указано второе основание, мы берем отсюда, прямо можно проводить линию, и в третьей колонке указано третье основание, опять берем, проводим линию, и на пересечении этих трех линий будет та аминокислота, которую кодирует данный триплет. Ну вот здесь на примере аминокислоты метионин у нас с вами показано, каким образом мы работаем с этой таблицей. А метионин кодируется триплетом АУГ, и вот он у нас находится вот здесь, вот на пересечении этих трех линий в таблице. Обратите внимание, в таблице генетического кода есть такая своеобразная подсказка. Когда нам необходимо синтезировать несколько молекул, бывает, что мы там с ИРНК, ТРНК, потом где-то надо ДНК найти, мы, бывает, путаемся, откуда там нужно, нам нужно синтезировать белок. Посмотрите, таблица генетического кода и РНК, информационный РНК. Вот можно заметочку там себе такую поставить, что мы всегда белок синтезируем с информационной РНК, потому что когда много синтеза каких-то молекул, с ТРНК можно случайно начать синтезировать. Обратите внимание, чтобы не запутаться, обратите внимание на название таблицы. И давайте с вами разберем несколько типовых заданий, которые нам могут встретиться в 27-й линии, связанных с биосинтезом белка. Первое задание, когда нам дан фрагмент начала гена, как я и говорила, посмотрите, у нас обязательно в этом году подписана смысловая цепь и транскрибируемая цепь, я обозначила их разными цветами, и сказано, что ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть триплета, кодирующего, начинается с триплета, кодирующей аминокислоту МЕД. Вот в красном я выделила, вот оно, то особенное условие, которое нам обязательно необходимо учесть. Ну и дальше у нас стоят вопросы, с какого нуклеотида начинается информативная часть гена, определить последовательность аминокислот в полипептидной цепи и обязательно использовать таблицу генетического кода. Давайте разберем пример решения. Что нам необходимо понимать для решения конкретно этой задачи? Что смысловая цепь ДНК всегда начинается с пять штрих-конца и заканчивается три штрих-концом при чтении слева направо. Транскрибируемая цепь антипараллельно, а, соответственно, будет начинаться от три штрих-конца и заканчиваться пять штрих-концом. Поэтому, внимательно читая условия задания, мы с вами выясняем, что информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту метионин. Вы можете прям в контрольно-измерительных материалах, в кимах отметить себе вот эти важные условия, прям подчеркнуть, чтобы не забыть. Как мы будем решать эту задачу? Первое, что мы делаем, синтезируем по транскрибируемой цепи, и синтезируем молекулу информационной РНК. Вот у нас с вами показана молекула, которая получилась в результате, соответственно, процесса переписывания информации с ДНК на ИРНК. Дальше мы с вами должны найти по таблице генетического кода триплет, который кодирует аминокислоту мет. Ну, мы с вами уже сегодня учились его искать и знаем, что это триплет АУГ. Посмотрите, он у меня здесь отмечен красным таким квадратиком. Чтобы его найти, мы, начиная с первого нуклеотида, ищем, начинаем определять триплеты. УАА – это не метионин, не подходит. ААУ – то же самое, не подходит. АУГ – вот он, триплет, который кодирует аминокислоту метионин. Значит, информативная часть гена у нас начнется непосредственно с этого триплета. Вот таким образом вам необходимо будет найти этот триплет. Вы на черновике можете сколько вам удобно раз переписывать ИРНК, искать триплеты, каким образом вам удобно. отделять черточками, показывать как-то линиями. Главное – найти этот триплет, с которого начинается информативная часть гена. А дальше по таблице генетического кода мы находим фрагмент белка, который синтезируется на этой информационной ИРНК. Обратите внимание, что метионин также входит в этот белок. То есть синтез мы начинаем с метионина. И дальше трионина, ланин, тирозин, изолицин и гистидин. Обращаю ваше внимание, что молекула информационная ИРНК, она записана без каких-либо черточек, пробелов, знаков припинания. То есть предполагается, что эта молекула, она единая. Мы с вами сказали, что нет никаких знаков припинания, нет пробелов. Поэтому в чистовике необходимо уже написать молекулу информационной ИРНК, обозначив 5 и штрих концы, без каких-либо знаков. Опять же, на черновике вы можете писать так, как вам будет удобно. А вот, например, молекула белка, фрагмент синтезируемого белка, обратите внимание, записывается через дефис, то есть через черточку, условно говоря. Потому что мы уже предполагаем, что между аминокислотами образовались пептидные связи. Поэтому здесь мы с вами обязательно пишем дефис. Не забывайте про это. И такое небольшое пояснение обязательно необходимо описывать. Каждый шаг мы синтезируем ИРНК на транскрибируемой цепи. Дальше пишем ИРНК. Ищем по таблице триплет, кодирующий метионин. То есть вот эти слова у вас обязательно должны быть. Потому что в задании у нас с вами, я сейчас вернусь на предыдущий слайд, указано. Ответ поясните. То есть вы должны обязательно написать, каким образом вы пришли к конкретному решению, конкретной части задачи. Еще один пример задания. Посмотрите, молекулы транспортной ИРНК несут соответствующие антикодоны в рибосомах в следующем порядке. Необходимо определить последовательность нуклеотидов смысловой, транскрибируемой цепей ДНК и ИРНК и аминокислот в молекулы белка. И вот у нас здесь особые условия. Опять я его выделила красным цветом. При выполнении задания необходимо учитывать, что антикодон это ИРНК антипараллельный кодонам информационной ИРНК. Давайте посмотрим, каким образом мы будем решать и записывать в чистовой вариант уже это задание. Обратите внимание, антикодоны ТРНК. Как я говорила в самом начале, антикодоны нам даны в направлении от 5 штрих конца к 3 штрих концу. Мне еще хочется обратить ваше внимание, что антикодоны записаны через запятую. Антикодоны ТРНК – это участок центральной петли транспортной молекулы ИРНК. И предполагается, что каждый антикодон принадлежит своей транспортной молекуле ИРНК. Поэтому антикодоны ТРНК мы с вами пишем через запятую, через какой-то знак припинания или с увеличенным пробелом. Потому что каждый антикодон принадлежит своей личной молекуле транспортной ИРНК. То есть это не одна единственная молекула. Дальше мы с вами находим информационную ИРНК по принципу комплементарности. Вот я здесь на примере первого антикодона транспортной ИРНК и кодона информационной ИРНК опять обозначила, что мы учитываем принцип антипараллельности. То есть у нас информационная ИРНК тоже записана от 5 штрих конца к 3 штрих концу. И каждый антикодон зеркально перевернут. То есть здесь ГУА, а здесь у нас УАЦ – зеркальное отображение ИРНК. Вы можете на черновике записать так, как вам удобно. То есть, например, ЦАУ и затем зеркально, соответственно, перевернуть, чтобы вам, опять же, было это удобно. Дальше по информационной ИРНК мы находим транскрибируемую цепь ИРНК, а уже по транскрибируемой находим смысловую. Вот у нас транскрибируемая цепь построена по принципу комплементарности с информационной ИРНК. Дальше по информационной ИРНК, используя таблицу генетического кода, мы находим аминокислотную последовательность синтезируемого белка. Вы можете сразу найти аминокислотную последовательность белка с информационной ИРНК и после этого синтезировать, не синтезировать уже, а построить две цепочки ИРНК. Но обязательно укажите, что вы делаете и в какой последовательности. Еще одно задание. Когда в клетку проникает вирусная ИРНК с определенной последовательностью, и нам необходимо определить последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза информационной ИРНК служит цепь комплементарная вирусной ИРНК. Опять, это особое условие, я его здесь специально выделила. Написать, необходимо в задании, в ответе уже указать последовательность двуцепочного фрагмента ИРНК, указать 5-3 концы цепи и обязательно пояснить ответ. Как мы с вами будем решать это задание? У нас есть вирусная ИРНК. Дальше мы с вами по принципу комплементарности находим нуклеотидную последовательность участка ИРНК. Так как нам в задании сказано, что матрицей для синтеза белка будет молекула информационная, информационная ИРНК, которая комплементарна молекули, синтезируемая на вирусной ИРНК. Соответственно, с вирусной ИРНК мы находим транскрибируемую цепь, транскрибируемую, затем по ней, соответственно, по принципу комплементарности строим смысловую цепь. Дальше по транскрибируемой цепи находим информационную ИРНК вируса и по этой информационной ИРНК определяем Определяем последовательность аминокислот в вирусном белке. Обращаю ваше внимание, и вы наверняка уже сталкивались с таким видом заданий, что у нас вирусная РНК, она будет абсолютной копией информационной РНК вируса. Да, это действительно так, но так как мы должны с вами в задании показать, что мы поняли, что сначала будет строиться на основании вирусной РНК двуцепочная молекула ДНК, потом по принципу комплементарности у нас с вами будет считываться с ДНК и РНК, мы должны обязательно это условие учесть. Ну, это такая будет своеобразная вам подсказка, где вы можете еще раз проверить, правильно ли вы синтезировали информационную РНК вируса, а если вдруг у вас эти две цепочки не сходятся, значит, где-то вы ошиблись в синтезе, соответственно, молекулы ДНК, может быть, забыли заменить, например, урацил на тимин. Это вот определенный такой вот аспект, который может вам помочь найти закравшуюся ошибку, которую мы, например, могли не заметить в процессе решения этой задачи. Ну и по РНК уже определяем аминокислотную последовательность при помощи таблицы генетического кода. И еще одно задание, когда нам дан исходный фрагмент молекулы ДНК и сказано, что произошла замена одного нуклеотида в ДНК, в результате чего четвертая аминокислота заменилась на аминокислоту Валин. Необходимо определить аминокислоту, которая синтезировалась, кодировалась точнее до мутации и сказать, какие изменения произошли в ДНК и информационной РНК в результате замены одного нуклеотида. Ну, мы с вами знаем, что речь здесь будет идти уже о генной мутации, то есть замена всего лишь одного нуклеотида приводит к генной мутации и к синтезу других, соответственно, будет синтезирована другая последовательность аминокислот в белке. Итак, как мы записываем решение данной задачи? Четвертый триплет на смысловой цепи ДНК будет ГАТ, он записан в направлении от 5 штрих к 3 штрих к концу. Соответственно, на транскрибируемой цепи этот триплет будет АТС, если читать его от 3 штрих к 5 штрих к концу, или ЦТА, если читать его от 5 штрих к 3 штрих к концу. Соответственно, фрагмент этих цепей антипараллельно. Посмотрите, на транскрибируемой цепи вот она, вот он, соответственно, этот фрагмент. Дальше определяем триплет информационной РНК ГАУ, соответственно, он будет у нас от 5 штрих к 3 штрих к концу, и данный триплет кодирует аминокислоту аспарагин. В четвертом триплете ГАТ на смысловой цепи нуклеотид аденин заменяется на тимин. И в транскрибируемой цепи в триплете АТС нуклеотид Т, то есть тимин, заменяется на нуклеотид, соответственно, аденин. В ИРНК, в четвертом кодоне, вот в этом ГАУ, который мы с вами нашли, нуклеотид аденин по принципу комплементарности заменится на тимин. И получится у нас нуклеотид ГУУ, который будет кодировать аминокислоту, насколько я помню, я вернусь чуть-чуть назад, по-моему, валин. Да, аминокислоту, валин. Свойство генетического кода, которое нас просят указать, это универсальность. Обратите внимание, что наличие в ответе множества триплетов, кодирующих аминокислоту, валин, считается ошибкой. Так как вот этим особенным условием в задании нам указано, что произошла замена всего одного нуклеотида. Я вот выделила здесь замены одного нуклеотида. И в результате, если мы с вами укажем множество триплетов, которые кодируют валин, то, соответственно, этот критерий не учтут и дадут меньшее количество баллов. Поэтому будьте внимательны, не нужно переписывать все триплеты, которые могут кодировать аминокислоту, валин. Вот такие вот задачи мы с вами можем встретить в линии 27. И в завершении мне бы хотелось, ну, такие несколько полезных советов, может быть, которые вы выпишите, и они вам помогут каким-то образом выполнить это задание на максимальное количество баллов. А за это задание дают три балла. Нуклеотиды и РНК комплементарны нуклеотидам ДНК. Нуклеотиды и РНК, вот это важно, пишут подряд без запятых, поскольку имеется в виду одна молекула. Я про это уже говорила в самом начале. Антикодоны транспортной РНК пишутся в запятую, так как каждый антикодон принадлежит отдельной молекулы ТРНК. Аминокислоты мы пишем через ДИФИС, поскольку имеется в виду, что они уже соединились и образовали пептидную связь. И ТРНК синтезируется на матрице ДНК по принципу комплементарности без участия информационной РНК. Такие несколько полезных советов, которые, может быть, как-то вам помогут более правильно оформить решение этого задания. Потому что за оформление, на оформление тоже обращают внимание. Из-за неправильного оформления, например, какие-то черточки лишние или, например, пробелы в записи ИРНК, какие-то вертикальные черточки, которыми вы пытались показать, что вы отделили вот эти вот кодоны, которые кодируют каждую аминокислоту, за это могут быть снижены баллы. Поэтому на черновике, пожалуйста, вы можете делать, как вам удобно, но в чистовик существуют определенные правила записи этого задания. Мы с вами сегодня несколько вариантов разобрали, поэтому пишите правильно, чтобы не возникало лишних вопросов. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Запись ведется, вебинар будет в записи доступен. И несколько ссылок, соответственно, в чат, которые вы можете использовать для подготовки к решению задач по цитологии 27-й линии. Спасибо большое за ваше присутствие. До новых встреч. До новых встреч.